Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами продолжаем проходить тему по GMP Евразийского экономического союза. Глава 5. Производство. Часть 2. Начинаем с темы исходные материалы. В рамках самой фармацевтической системы качества что должно быть задокументировано? Первое – это выбор. Далее – квалификация, утверждение и поддержание статуса поставщиков исходных материалов наряду с закупками и приемкой. То есть к исходным материалам относятся сырье, вспомогательный материал, первичная и вторичная упаковка. Уровень контроля качества должен быть соизмерим или пропорционален рискам, связанным именно с конкретными материалами, с учетом источника их происхождения, производственного процесса, сложности в цепи поставки и конечного назначения материала в лекарственном средстве. То есть важно еще, что за материал исходный, какое это сырье. Может быть, это микробологическое сырье, может быть, это сырье активной антибиотики, например, природного происхождения и так далее. Очень многое зависит от того, какое поступает сырье и, соответственно, и риски. От этого бывают более такие значимые, менее значимые. Для каждого утвержденного поставщика или материала должны быть в наличии подтверждающие свидетельства. Персоналу, вовлеченному уже именно вот в эту деятельность поставок, необходимо иметь актуальные знания о поставщиках, цепях поставок и связанных с ними рисках. По возможности исходные материалы, конечно, следует приобретать непосредственно у их производителя. Но чаще всего мы, фармацетические предприятия, конечно, получаем сырье даже через посредника. И поэтому вот эту цепь поставок, конечно, нужно знать, на каком складе от производителя пришло сырье, где хранится у поставщика, а потом уже приходит к нам. То есть вы должны управлять тоже этим процессом. Далее. Требования к качеству исходных материалов, установленные именно производителем лекарственного препарата, должны быть согласованы с поставщиками. И вот соответствующие вот эти вот данные производства, испытания, контроля, в том числе и требования к обработке, маркировке, упаковыванию и реализации. Процедуры по рассмотрению претензий, отзыву и изъятию должны быть зафиксированы и отмечены в официальных соглашениях по качеству или спецификациях. То есть вы с поставщиком или с поставщиком, посредником или с производителем будете заключать контракт. И все эти моменты, именно перечисленные мною, не должны быть отмечены вот именно или в самих соглашениях по качеству или спецификации, которые являются приложением к контракту. Для утверждения и поддержания статуса поставщиков активных фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ, что требуется. Разберем, что требуется для активных фармацевтических субстанций. Во-первых, должна быть установлена прослеживаемая цепь поставки. Связанные с цепью поставки должны быть отмечены риски от исходных материалов для активной фармацевтической субстанции до готового лекарственного препарата. И каждый риск должен подвергаться формальной оценке и периодической проверке, насколько этот риск вами или управляем, и вы контролируете этот процесс. Должны существовать соответствующие меры по снижению степени риска в отношении качества фармацевтической субстанции. То есть, как мы уже знаем, вы оценили риски и вы теперь смотрите, насколько риск это для вас значимый. Поэтому вы три момента. Или вы делаете все так, или заставляете тот, кто вам поставляет данную фармацевтическую субстанцию, принять какие-то меры, чтобы этого риска не было, или вы что-то предпринимаете, чтобы снизить этот риск, или просто им управляете. Далее, для активных с фармацевтических субстанций должны быть в наличии сохранятся записи о прослеживаемости каждой цепи поставок. То есть, все записи должны быть предоставлены вам. Далее, должны быть проведены аудиты производителей и дистрибьюторов фармацевтических субстанций в целях именно подтверждения соответствия правилам или требованиям GMP и GDP. Это хорошая дистрибьюторская практика. То есть, у нас каким образом? Если вам поставляет производитель, то здесь будут действовать правила GMP. Вы едете на предприятие, например, проверяете в соответствии со стандартом GMP. Если ваш товар от производителя поступил к посреднику, к дистрибьютору, у него свои складские помещения, там уже правила действуют GDP. Это надлежащая дистрибьюторская практика. И вы, когда поедете проверять вашего посредника, вы уже проверяете его по правилам GDP. Держатель лицензии на производство лекарственного препарата обязан проверять соблюдение вот этих требований GMP и GDP. И он должен проверять это самостоятельно. Либо вы можете нанять лицо или аудитора, который по контракту будет проверять вот этих ваших дистрибьюторов или производителей. Далее. Для активных фармацетических субстанций, для обеспечения оценки соблюдения именно настоящих правил GMP Евразийского экономического союза, должна быть, иметь соответствующую продолжительность и области аудита. То есть вы должны уделить внимание именно чему? Тому, как вообще справляются с перекрестной контоминацией, например, у производителя. Как они ограничивают эти субстанции, активные от других материалов, использованные на их производственной площадке. И отчет должен полностью отражать всю информацию, включая любые обнаруженные в результате аудита недостатки. Должны быть осуществлены все необходимые корректирующие предупреждающие действия. И вы должны отследить, насколько они выполнили по вашим замечаниям вот эти корректирующие предупреждающие действия. Далее. Последующие уже аудиты должны проводиться с установленной на основе анализа рисков периодичностью для обеспечения соблюдения стандартов и уже дальнейшего использования утвержденной цепи поставок. То есть вы должны уже сами решать, как часто вы будете проводить аудит или поставщиков, или дистрибьюторов. Далее. Для вспомогательных веществ. Вспомогательные вещества и поставщики вспомогательных веществ должны контролироваться на основе, опять-таки, результатов формализованной системы оценки рисков для качества. Здесь тоже должен быть, все риски должны быть оценены. Далее. В каждой поставке, в каждой, пункт 5.30, в каждой поставке исходных материалов тара должна быть проверена на целостность упаковки. В том числе вы еще что проверяете, целостность пломб, а также должна быть проверена на соответствие сведения, указанное, что указано в накладной, этикетке поставщика. То есть вы должны все это проверить. Накладная, этикетке поставщика и утвержденной производителем и поставщиком информации, одобренной производителем лекарственного препарата. То есть, если это посредник, у него есть сертификат качества от производителя, вы получаете на склад сырье, смотрите накладную, все этикетки, плюс сертификат качества производителя и что вам дал еще поставщик, дистрибьютор. Все это вы проверяете на соответствие. А приемочные проверки все должны быть задокументированы. Далее. Если одна поставка материала состоит из различных серий, то каждую серию необходимо рассматривать как отдельную в отношении отбора про проведение испытания и выдачи разрешения на использование. Поэтому на складе лучше, конечно, сразу по сериям распределить вот это исходное сырье. И так будет отделу контроля качества проще отобрать посерийно все исходное сырье. Далее. Находящиеся в складской зоне исходные материалы должны быть соответствующим образом маркированы. Здесь ссылка идет на пункт 5.13. То есть, этикетка в вашем предприятии должна быть единая. И что на этикетке обычно требует стандарт. Это наименование продукции при необходимости внутризаводской код. Далее. Номер серии, присвоенный при получении уже товара. Статус содержимого, где применимо. Например, в карантине находится на испытании. Разрешено, отклонено. Как у вас предусмотрено на вашем предприятии, такую статусную этикетку вы и ставите. Далее. Срок годности или дата, после которой требуется повторный уже контроль, где применимо. Если используется полностью компьютеризированная система хранения, то указанная информация не обязательно должна содержаться на этикетке в читаемой форме. Там все вы смотрите в компьютере. Далее. Должны быть определены соответствующие процедуры или меры, гарантирующие подлинность содержимого каждой единицы тары исходных материалов. Уже тара, из которой будут отобраны пробы, должна быть, естественно, промаркирована. И согласно пункту 6.13, части первых настоящих правил. То есть, если серия состоит, например, из 40 тарных мест, то отдел контроля качества высчитывает, сколько ему нужно будет из количества тар взять на пробу, исходное вещество, и берет из каждой тары. И эту тару, естественно, промаркировать, что оттуда взяла провзята проба. Далее. Следует использовать только те исходные материалы, использование которых разрешено подразделением контроля качества, и срок годности которых еще не истек. Это как бы важный момент. За этим должны следить и производственные подразделения, и складские подразделения, и, естественно, контроль качества. Далее. Производители готовой продукции несут ответственность за все испытания исходных материалов, которые указаны в регистрационном досье. Производители готовой продукции могут использовать частично или полностью результаты испытаний, которые утверждены производителем исходных материалов. И это, например, у них обозначено в их сертификате качество. Но они должны, но те, кто получает это исходное сырье, должны как минимум выполнить испытания на подлинность каждой серии. Согласно предложению номер 8 данного стандарта. То есть бывает такое, что, например, вы проверяли своего производителя, поставщика исходных материалов, вас все устраило, вы очень много с ним проработали, сырье поступает качественно и так далее. И вы в конечном итоге принимаете решение, что вы будете принимать исходное сырье от данного производителя по сертификату качества. Да, это разрешается. Но на подлинность вы обязаны будете просто проверять каждую серию согласно данного стандарта. Далее. Обоснование передачи испытаний на исполнение сторонней организации, ну то есть другой лаборатории, например, на стороне. И это все должно быть оформлено документально. И должны быть соблюдены какие требования, если вы отдаете на испытание своего исходного, исходных своих материалов другой лаборатории. Первое. Следует уделить особое внимание контролю за распределением, транспортированием, оптовой реализацией, хранением и поставкой исходных материалов в целях поддержки характеристик качества исходных материалов и обеспечения того, чтобы результаты испытаний были по-прежнему применимы именно к поставленным материалам. Второе. Производитель лекарственного препарата должен проводить аудиты площадки или нескольких площадок, которые осуществляют испытания ваших исходных материалов, в том числе и отбирают пробы. Как самостоятельно, так и через третьих лиц. Должны установить периодичность данных аудитов и с учетом определенных вами рисков. Это необходимо для гарантии соответствия требованиям GMP, правил GMP, спецификациям и методам испытаний, описанным в регистрационном досье. То есть вот такое одно из требований к другой лаборатории, которая проводит вам данные, проводит вам анализы вашего исходного сырья. Третье. Сертификат анализа, уже представленный производителем или поставщиком исходных материалов, должен быть подписан назначенным лицом с соответствующей квалификацией и опытом. Это нужно вам принимать при приемке, и если вы отдаёте сторонней организации, такой сертификат качества должен быть подписан с их стороны, уполномоченным таким лицом или назначенным лицом. Подпись гарантирует для вас, что каждая серия была проверена на соответствии согласованной с спецификацией исходных материалов, если такое свидетельство не представлено отдельно. То есть вы находите эту лабораторию, отдаёте свою спецификацию, и в соответствии с этой спецификацией сторонняя лаборатория вам проводит все анализы. Четвёртое. Какие требования к сторонней лаборатории? Производитель лекарственного препарата, то есть фармацетическое предприятие, должен иметь соответствующий опыт работы с производителем исходных материалов, в том числе, если проходит это через дистрибьютора. Что включает? Включающий оценку ранее полученных от него серии исходных материалов и историю их соответствия для принятия решения о сокращении объёма собственных внутренних испытаний. Следует учитывать любые существенные изменения в процессах производства или испытаниях. То есть то, что я говорила. Если у вас история по работе с данным поставщиком, дистрибьютором исходных ваших материалов или производителем исходных материалов, то вы должны смотреть статистику. Если у вас приходило сырьё хорошего качества, то вы можете сократить количество испытаний по некоторым показателям. Пятое. Производитель лекарственного препарата, то есть это фармацетическое предприятие, должен также осуществлять самостоятельно или с использованием отдельной утверждённой контрактной лаборатории, должен осуществлять полный контроль с периодичностью, определённой с учётом рисков, и сравнивать результаты с сертификатом анализа поставщика или производителя исходных материалов для того, чтобы проверить, что поставщик у вас надёжен. То есть вы периодически делаете полный контроль для того, чтобы проконтролировать вашего поставщика исходных материалов. Если в ходе испытаний выявляются какие-либо расхождения, расхождения, которые установлены в сертификате качества поставщика исходных материалов и ваших, то это расхождение должно расследоваться и приняты соответствующие меры. Сертификаты анализа поставщика или производители исходных материалов не принимаются до тех пор, пока эти меры не будут завершены. То есть вы должны связаться, будете с поставщиком ваших исходных материалов разрешить все эти меры и в производство, пока вы данное сырьё брать не будете. Далее. Исходные материалы должны выдаваться только специально назначенными лицами в соответствии с документально оформленной процедурой. И подпись этого назначенного лица будет гарантировать, что нужные исходные материалы точно отвешены или отмерены в чистую и надлежащим образом маркированную тару. То есть должен быть тотальный такой контроль. Далее. Каждый выданный материал, его масса или объём должны подвергаться независимой проверке с записью результатов. То есть кто-то взвесил, другой человек, даже если на производстве или на складе, проконтролировал, записал результаты. Исходные материалы, выданные для каждой серии, должны храниться в одном месте и иметь соответствующую маркировку. То есть вы должны хранить или посерийно эти материалы. Посерийно имеется в виду серия на получение лекарственного препарата. И исходные материалы должны быть отвешены, установлены и скомпонованы именно для данной серии. Технологические операции рассматриваем. Какие технологические операции могут быть? Это для попромежуточной продукции и нерасфасованной продукции. Перед началом любой технологической операции должны быть приняты меры, которые будут нам гарантировать, что рабочая зона и оборудование очищены и освобождены от любых исходных материалов продукции, остатков продукции или документации, которые не имеют отношения к запланированной операции. То есть вы проверили, что зона оборудования, место рабочее все чистые и записали, что все очищено. Промежуточную нерасфасованную продукцию следует хранить в надлежащих условиях. То есть если у вас, например, требования к вашему лекарственному препарату описаны в вашей нормативной документации, это, например, или фармакопейная статья, как раньше это называлось, и там есть условия хранения, то и промежуточную, и нерасфасованную продукцию вы должны хранить точно так же. Критические процессы должны пройти валидацию согласно подпунктам 5.23.5.26 настоящих правил GMP Евразийского экономического союза. Далее. Должны быть проведены и оформлен документально необходимый контроль в процессе производства и контроль производственной среды. То есть идет процесс производства вашего лекарственного препарата. В данном помещении находится, например, нерасфасованной, неупакованной продукции, то вы постоянно контролируете производственную среду и контроль уже в процессе производства. Вы там для себя это установите. То ли вы, может быть, дополнительные пробы будете брать, то ли вы с линии будете брать, контролировать какие-то показатели контроля качества нормативные. Это вы должны решить. Любое существенное отклонение от ожидаемого выхода продукции должно быть оформлено документально и, конечно, расследовано. Это обязательное условие. И вы должны все проверять согласно вашей процедуре и согласно вашего материального баланса. Далее упаковочные материалы. Закупки и контролю первичных и печатных упаковочных материалов, а также обращению с ними, следует уделять такое же внимание, как и в случае с исходными материалами. То есть все требования, как исходные материалы, сырьевоспомогательные материалы, точно так же требования предъявляются к упаковочным материалам. Особое внимание следует уделять печатным материалам. Их следует, во-первых, хранить в надлежащих условиях, в которых исключается доступ посторонних лиц. Разрезанные этикетки и другие разрозненные печатные материалы должны храниться и транспортироваться раздельно в закрытой таре, из которой исключает перепутывание. Уже разрешение на использование упаковочных материалов должно выдаваться только специально назначенными лицами в соответствии с утвержденной документально оформленной процедурой. То есть эти лица должны знать на производстве и только за их подписью может выдаваться упаковочный материал. Каждой поставки или серии первичных и печатных упаковочных материалов должен быть присвоен идентификационный номер или идентификационный знак. Первичный упаковочный материал это материалы тара, в которую непосредственно фасуется препарат, лекарственные, который соприкасается с этой тарой. Это может быть туба, банка, пленка для упаковки таблеток, пакетики для упаковки, например, сыпучих каких-то лекарственных препаратов. А печатные, ну вы знаете, это пачка, инструкции и так далее. Далее. Просроченные или непригодные к использованию печатные и первичные упаковочные материалы должны быть уничтожены и должен быть составлен документ. Какое количество уничтожено для того, чтобы свести, во-первых, материальный баланс и знать, что данные уже печатные и первичные упаковочные материалы не попадут на производство. Далее рассматриваем операции по упаковке. При составлении планов операции по упаковке особое внимание должно быть уделено сведению к минимуму риска перекрестной контоминации, перепутыванию или подмены. Не допускается упаковывать продукцию различных видов в непосредственной близости друг от друга, за исключение случаев, предусматривающих физическое разделение. То есть, если у вас на производстве стоит несколько упаковочных и расфасовочных линий, то вы лучше, конечно, это если отдельное помещение, вы там упаковываете тот лекарственный препарат, который вам необходим. Но если у вас несколько расфасовочных материалов, а чаще всего бывает упаковочных, когда уже во вторичную упаковку несколько линий стоит, то вы должны физически их все-таки разделить. или какими-нибудь заграждающими переносными конструкциями для того, чтобы не было перепутывания между этими линиями. Перед началом операции по упаковке должны быть предприняты меры, гарантирующие, что рабочая зона чистая. Это могут быть упаковочные линии, печатные машины, другое оборудование. Вы должны проверять, что они чистые, что эти оборудования не содержат любые использовавшие ранние лекарственные препараты, материалы или документы, если они не требуются для данной расфасовки и данной запланированной операции. Очистку следует проводить согласно соответствующей процедуре и сделать обязательно записи, что линия очищена. Далее наименование и номер серии упаковываемой продукции должны быть указаны на каждом упаковочном месте или линии. То есть идет расфасовка, должна быть маркировка, что упаковывается, какой серии, в каком количестве. Это требование стандарта GMP Европейского Союза. Далее при поступлении продукции и упаковочных материалов на участок упаковки обязательно следует проверить их количество, проверить идентичность, что пришло именно то, что вы хотите упаковывать сейчас, и соответствующие инструкции по упаковке тоже должны быть. далее материалы первичной упаковки, это вот как раз баночки, тубы и так далее, они должны быть чистыми до начала операции наполнения. Здесь следует очень внимательно относиться и устранять любую контаминацию, что это может быть, это осколки стекла, металлические частицы, грязь какая-то, то есть вы должны там, где у вас первичные упаковочные материалы, должны проанализировать все риски, где у вас может такое быть попадание, потому что недавно только вышел материал за рубежом в Европейском Союзе упаковали серию и продали ее на рынок, а там оказались осколки стекла. Это вообще недопустимо. Далее, как правило, маркировку следует наносить как можно быстрее после фасовки или укупорки. А уже до нанесения маркировки необходимо принять меры, которые исключают перепутывание или ошибочную маркировку. То есть не должно быть так, что вы расфасовали например баночки вот те же и оставили их не промаркированными. Оставили и далее идет процесс накопления, а потом следующая смена пришла, установила например этикетики этикеровочный автомат и стала брать вот эти баночки для нанесения этикеток. Но может быть такое, что рядом стояли еще другие баночки с другим раствором и может произойти перепутание. Поэтому требование стандарта как можно быстрее проводить данную маркировку. Правильность выполнения любых печатных операций, это нанесение номеров серии, срока годности осуществляется либо как отдельная технологическая операция, либо в процессе упаковки следует тщательно контролировать и оформлять документально. То есть серию и срок годности должно установить лицо, чаще всего это бывают представители контроля качества, устанавливают, пишут это например в маршрутной карте и ставят подпись кто это установил. Особое внимание следует уделять ручной маркировке, которую следует регулярно перепроверять. Особые меры предосторожности должны соблюдаться при использовании нарезанных этикеток. Особые меры предосторожности должны соблюдаться при использовании нарезанных этикеток и нанесении штампов вне линии. Здесь для предотвращения именно перепутывания печатного материала предпочтительнее использовать этикетки лучше в рулоне вместо нарезанных. Потому что нарезаны а уж если вы нарезаны этикетки и уже пропечатаны то их конечно за ними нужно особый контроль и если вы расфасовали и у вас остались эти пропечатанные этикетки их конечно нужно упаковать сдать на склад и подготовить например к уничтожению потому что этой же серии вы естественно упаковывать больше не будете вот и для того чтобы не было контрафактной продукции чтобы не распечатали под данной серии еще какой-то препарат лучше конечно их уничтожить далее следует проводить проверки гарантирующие что все электронные устройства считывания кода счетчики этикеток и аналогичные устройства работают правильно то есть у вас должен быть такой график проверки по этим считывающим устройствам и вы или сами по какой-то методике это делаете или приглашаете со стороны специалистов которые вам все это будут далее маркировка упаковочных материалов нанесенные с помощью печати или методом тиснения должна быть отчетливой и устойчивой к выцветанию или стиранию вот такое такие правила GMP вы должны подбирать такие чернила специальные чтобы вот эти требования выполнить при контроле процесса упаковки продукции на линии следует проверять следующее первое это внешний общий вид упаковки комплектность упаковки входит туда ли инструкция сам препарат и так далее использование надлежащих видов продукции и упаковочных материалов использование именно качественной качественные упаковочные материалы далее правильность нанесения любой маркировки все нанесено правильно соответствует нормативной документации это вы должны проверять и правильность работы контрольных устройств на линии образцы взятые с упаковочной линии не следует возвращать повторно на линии с линии необходимо убрать далее если при упаковке продукции возникли непредвиденные обстоятельства она может быть возвращена в производство только после специальной проверки то есть сначала нужно провести расследование из разрешения ответственного лица или уполномоченного и имеющие данные уполномоченного лица только после его разрешения можно взять в производство указанные действия должны быть оформлены в виде протокола что вы сделали как переработали какие меры приняли составлен ли анализ рисков и все эти записи нужно хранить в установленном порядке далее при существенном или необычном расхождении установленном во время составления баланса между количеством нерасфасованной продукции печатного упаковочного материала и числом произведенных единиц готовой продукции необходимо провести расследование установить конечно причину этого расхождения до выдачи разрешения на выпуск вот когда я была на аудитах проверяла материальный баланс именно в картах маршрутных картах этот материальный баланс иногда были расхождения но почему-то ответственные лица за этим не смотрели очень внимательно нужно это все проверять потому что аудитору проверить это совершенно несложно далее после завершения операции по упаковке любые оставшиеся упаковочные материалы с нанесением на них номером серии должны быть уничтожены с последующим документальным оформлением то что я вам как раз и говорила возврат на склад немаркированных упаковочных материалов производится в соответствии с утвержденной процедурой если непромаркированные упаковочные материалы вы их спокойно можете вернуть на склад упаковать соответствующим образом и потом применять для следующей серии далее готовая продукция до выдачи разрешения на выпуск готовая продукция должна содержаться в карантине в условиях установленных производителем то есть если вы например произвели серию то ее нужно хранить на лежащих условиях если это производственный склад то там должны быть условия которые установлены нормативно документации на готовую продукцию соответствующие температуры там влажность и так далее или же вы выделили карантин на основном складе где именно надлежащие условия там храните эту продукцию до окончания контроля качества до момента получения разрешения на выпуск должна быть проведена оценка готовой продукции помимо этого оценка документации именно в порядке установленные в главе 6 данных правил далее после выдачи разрешения на выпуск готовая продукция должна храниться как пригодной для реализации запас в условиях установленных производителем то есть мы должны всю готовую продукцию хранить в соответствии с условиями хранения описанными в нормативной документации это может быть и на предприятии на самом как хранится если вы передаете на какой-то промежуточный склад там тоже должны все выполняться вот эти надлежащие условия далее отклоненные материалы и продукции должны иметь четкую маркировку и храниться раздельно в зонах с ограниченным допуском такая доступом такая зона может быть определенная как на производственном складе так и на складе готовой продукции отклоненные материалы здесь имеется ввиду и сырье тоже на сырьевом складе тоже есть зона зона где отклоненные сырьевые материалы и вот эти если это сырьевые материалы то они должны подлежать возврату поставщику переработки если это допустимо или просто уничтожению опять-таки здесь составляют соответствующие документы акты и в соответствии с поставщиками исходных материалов это все оформляется любые выполненные действия должны быть оформлены документальные как я уже говорила и утверждены лицами соответствующие которые имеют соответствующие полномочия далее переработка отклоненной продукции допускается только в исключительных случаях при условии отсутствия ухудшения качества готовой продукции и выполнение всех требований спецификации переработку как можно осуществлять только сначала провести оценку риска с документальным оформлением и после того как вы проведя анализ рисков увидите что у вас качество не должно ухудшиться вот тогда только вы можете брать переработку данную продукцию повторное использование всей серии или части ранее произведенных серии соответствующего качества путем объединения серии такой же продукции на определенной стадии производства должно быть санкционировано заранее то есть если вы знаете у вас осталось например предыдущие или полупродукт или серия полупродукт и вы уже должны соединиться уже с новой серией этот полупродукт или там вот и такое введение следует осуществлять во-первых должна быть четко прописанная процедура как это делать именно с учетом анализа рисков и включая вы должны определить как возможно будет влиять вот это соединение двух серий на срок годности потому что одна серия была произведена ранее другая чуть позже должны здесь четко определить какой срок годности вы ставите деятельность по повторному использованию вот данного например полупродукта следует обязательно оформлять документарий далее необходимость дополнительного контроля любой готовой продукции которая прошла переработку или продукции в которую была включена повторно использованная продукция определяет подразделение контроля качества поэтому здесь должно быть все прописано и они дают заключительное решение или уполномоченное лицо возвращенное уже с рынка продукции над которой был утрачен контроль со стороны производителя должна быть уничтожена но есть исключение в тех случаях когда нет сомнений что ее качество является удовлетворительным решение о повторной реализации перемаркировки или повторном использовании может быть принято только после анализа рисков или анализ критической оценки которая проведена контролем качества в соответствии с письменной процедурой при этом что необходимо учитывать это характер продукции ее предысторию и состояние соблюдение специальных условий хранения и время прошедшее с даты выпуска при любых сомнениях в отношении качества продукции не допускается ее повторное использование или повторный выпуск но может допускаться ее химическая переработка с целью например регенерации активных ингредиентов и все это опять-таки должно быть оформлено документально и последнее производитель должен сообщать держателю регистрационного удостоверения о любых затруднениях в производственных операциях которые могут нести к необычному ограничению поставки такое сообщение должно осуществляться своевременно для того чтобы простить процедуру уведомления о каких-то ограничениях поставки со стороны держателя регистрационного удостоверения направляемые уже в адрес уполномоченных органов соответствующих государств членов Евразийского экономического союза вот такие требования данного стандарта к производству на этом мы главу 5 производства заканчиваем документ ceramic она